Приветствую вас и смотрю, коллеги, ответили вам достаточно полюсно, то есть кто-то говорит, чтобы вы не обращали внимание на то, что происходит, и кто-то говорит, что бы вы вообще не лезли к ним, потому что это их дело, ваши родные, и они жили друг с другом до того, как муж ваш будущий с вами познакомился, и у них сложился такой вот стереотип поведения, который, может быть, не всегда, не совсем понятен человеку со стороны, но вполне понятен им, и из-за этого, по этой точнее причине, их всё устраивает в том, что они делают. И я не думаю, что, вот как говорит один из своих коллег, что они специально следуют вас позвить или над вами как-то поиздеваться. На самом деле, по моему мнению, правда, заключается в том, что ваш муж и его стра просто-напросто привыкли вести себя так, и по-другому вести себя они уже друг с другом по простому не могут. Ну вот, нет у них возможности так вести себя как-то иначе. И в этой ситуации, я думаю, самым правильным будет вам поговорить с своим мужем и объяснить ему ситуацию, просто сказать ему, что вам не очень приятно, что вы хотели бы, чтобы хотя бы при вас они вот так себя не вели, и чтобы хотя бы делали это, когда вас рядом нет. С другой стороны, вопрос, который я хотел бы вам задать, он заключается в том, почему вас вот так сильно раздражает это? С чем связано такое вот неприятие подобного поведения? Ну да, у них достаточно своеобразное общение, достаточно своеобразный способ проявить друг другу какую-то симпатию, я согласен. Но это его сестра, это его родной человек, и вы же представляете, что для них это совершенно нормально. Значит, вопрос, который нужно вам додать в самой себе для начала, это такой, почему вас это волнует саму так сильно? Допустим, это не в пределах норм морали, которые у вас вот есть. В таком случае я понимаю вас, если именно нормы морали кажутся вам нарушенными в данном случае. Я вас очень хорошо понимаю, в этом случае вам нужно мягко, спокойно поговорить именно с мужем, ни в коем случае не с сестрой. Она, скорее всего, вас понимать откажется, она, скорее всего, посмеется над вами, она, скорее всего, не воспримет вас всерьез. А вот муж, если любит вас, дорожит вами, то обнесется к вашим словам как минимум с пониманием и, ну, по крайней мере, постарается, наверное, как-то снизить негативный эффект от того, что вам приходится терпеть. Я думаю, что если вы правильно подберете слова, если вы, самое главное, не будете скандалить, если вы, самое главное, не будете устраивать конфликты, А если вы спокойно скажете своему мужу, что вы не запрещаете им, допустим, так себя вести, если они хотят, то пожалуйста, но вам не нравится, что именно они это делают при вас. И вы считаете, что именно при вас делать подобное, ну, все-таки не является чем-то правильным. И вот именно этот момент, то есть в том, что касается непосредственно вас, вы имеете полное право на самом деле высказать свое недовольство. Ну, а уже если мужчина не оценит то, что вы говорите ему, если мужчина смесется спустя рукава к тому, что вы сказали, ну, это уже проблема ваших с ним отношений. И, как знать, может быть, есть у вас какие-то проблемы в отношениях, какие-то вензлители, которые и пораждают такое ваше раздражение. В таком случае нужно говорить о противоречиях между вами и вашим мужем и стараться гармонизировать уже именно их. То есть ваше недовольство тем, как мужчина ведет себя со своей сестрой, может быть следствием какой-то другой более глубинной причины, например, реальность, например, отсутствие понимания или какие-либо сомнения, может быть, в мужа, может быть, собственно, в вас. В любом случае с этим нужно работать, это нужно разбирать и только так можно прийти к какому-то пониманию. Но именно если говорить про реакцию, то вам нужно разговаривать об этом с мужем, спокойно говорить только про то, что неприятно вам. То есть ни в коем случае не давить на людей, ни в коем случае не обвинять их, не говорить им, что они как-то неправильно себя ведут, а просто-напросто вести себя так, как будто вы здесь считаете именно свои и только свои личные границы. Это будет правильным. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, пожелаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.